До наступления 2021 года осталась ровно неделя. Это значит, что время подвести итоги и сделать выводы за истекший год, а также обозначить цели и задачи на предстоящий. Именно это мы сегодня и сделаем. Здравствуйте, с вами Ануар Амагельдинов, и это заключительный выпуск нынешнего сезона программы «Дорожная карта занятости». Вместе с гостем программы мы подведем итоги реализации одной из самых эффективных антикризисных программ 2020 года. Сегодня у нас в студии заместитель Акима Алматинской области Батржан Кулаймергенович Байжуманов. Здравствуйте. Первый мой вопрос. Пожалуйста, расскажите, какой уровень занятости населения в Алматинской области и сыграла ли огромную роль в этом «Дорожная карта занятости». У нас половина населения области, а именно 1 миллион 17 тысяч, являются экономически активными. Уровень безработицы в области держится на уровне 4,8%. В этом году за счет бизнеса, государственных и региональных программ в области за 11 месяцев открыто 61 тысяча рабочих мест. Из них 55%, а это 33 тысячи рабочих мест постоянные. Ну, вы знаете, год выдался непростой. Из-за пандемии в этом году пострадал частный сектор. Но благодаря своевременному решению главы государства с весны началась реализация «Дорожной карты занятости», которая позволила получить постоянный доход 220 тысячам людей нашей страны. Расскажите, пожалуйста, а по области сколько человек трудоустроились? Ну, по области у нас на сегодняшний день трудоустроено 19 300 человек. Половина из них, они трудоустроены через центры занятости. Кроме этого, в тех населенных пунктах, где проводилось строительство и ремонт зданий, там участвовало в основном население этих населенных пунктов. Принимали участие и молодежь, и студенты. Многие вот молодые люди, вот благодаря занятости вот по этой «Дорожной карте» получили дополнительные профессии. Скажите, пожалуйста, а какие вакансии самые востребованные у нас в области по «Дорожной карте занятости»? Ну, в первую очередь, это строительные профессии. Плотники, слесари, маляры, штукатурщики, арматурщики. Дорожные рабочие. Вот здесь хотел отметить, вот именно у нас в общем по программе «Дорожная карта занятости» средняя заработная плата составляет 90 тысяч тенге. Вот узкопрофильные специалисты получали от 150 до 250 тысяч тенге в месяц. В период чрезвычайного положения мы работу по этим объектам не останавливали, они продолжали работать. Кроме этого, отечественное производство, конечно, мы в первую очередь поддерживали. То есть 90% материала, которое было вовлечено в ремонт, строительство, это все отечественное производство. Скажите, пожалуйста, наша область на каком месте по реализации программы «Дорожная карта занятости», как в частности проектов, так и по трудоустройству? У нас по «Дорожной карте занятости» реализуется 1051 проект. Это самое большое количество проектов по стране. По трудоустройству я уже сказал, почти 20 тысяч людей трудоустроены, работают. За счет «Дорожной карты занятости» можно сказать, что мы за один год сделали 5-6-летний объем работы. То есть если мы раньше ремонтировали 5-6 объектов, например, в сфере образования, здравоохранения, культуры, то сегодня можно сказать, что за один год мы отремонтировали 41 объект образования. Начали строительство 10 объектов здравоохранения, 14 домов культуры мы отремонтировали, которые раньше уже пришли в непригодное состояние, не работали. Вот сейчас они в каждом населенном пункте уже действуют, работают. Там открылись кружки, спортивные проходят занятия. Расскажите, пожалуйста, какие самые масштабные проекты возводятся у нас, точнее, уже возведены по программе «Дорожная карта занятости». Масштабные проекты мы сегодня можем сказать про инфекционную больницу в городе Талдыкурган, которая уже функционирует, которая уже принимает пациентов. На сегодняшний день там 60 человек получают лечение. Кроме этого, 10 объектов медицинских, это врачебные амбулатории. Расскажите, пожалуйста, в какой сфере больше всего проектов реализовано? В первую очередь это в социально-культурной сфере. 450 объектов у нас в этом году отремонтирован. Здесь я хотел бы отметить, что мы за счет «Дорожной карты занятости» в каждой школе построили теплые туалеты, чтобы дети в зимний период не выходили на улицу. Кроме этого, в 220 населенных пунктах мы отремонтировали дороги. 500 километров. Благоустройство сделали в 83 поселках. И в 73 поселках мы обеспечили качественной питьевой водой. Я для примера хотел сказать, вот мы выезжаем по районам, смотрим объекты «Дорожной карты занятости». Я был в отдаленном поселке Ушпулак Алакуйского района. В одном поселке прошел ремонт капитальной школы. Там открылся мини-центр. И рядом же отремонтировали дом культуры, который бездействовал на протяжении последних 20 лет. Именно по этой программе 345 человек этого поселка работали на этих объектах. Давайте теперь поговорим о проектах на следующий год. На следующий год программа будет продолжена. Мы за счет этой «Дорожной карты занятости» хотим, как я уже сказал, построить школы. Кроме этого, планируется два медицинских объекта отремонтировать. И, возможно, начнем строительство центров обслуживания населения в двух районах. Кто в этом году принимал участие в программе «Дорожная карта занятости»? Может ли в следующем году также поучаствовать в этой программе? Конечно, мы же говорим, что «Дорожная карта занятости» будет продолжена. В тех районах, где оно будет реализовываться, те же люди, которые работали, могут также трудоустроиться и продолжать работу. Спасибо большое, Батаржан Флаймиргенович, за то, что уделили нам время, ответили на интересующие нас вопросы. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы наша область только развивалась и процветала. Наших телезрителей я также поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю счастья, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok